И единственное, что решает проблему, вот то, что у вас написано здесь самым последним, противостояние с любовью. Вот это единственный способ, правильное движение. Который решает, или по-научному это называется сотрудничество. Можно в скобочках написать. Противостояние с любовью или сотрудничество. Когда мы стоим напротив друг друга, я знаю мнение моей жены, она знает мое мнение. Все это происходит с любовью, и мы вместе принимаем решение, что лучше в данной ситуации для нас обоих. Зная мнение обоих, хотя оно может быть прямо противоположное. Ну, здесь пример можно привести, чтобы было понятно. Однажды, это было такое в нашей жизни, Миша дали на работе суды. Это было очень достаточно такое тяжелое время в нашей экономике. И то, что ему дали беспроцентную суду на год, это было, в общем-то, чудо, конечно. Вот, и вот, ну это была такая очень небольшая суда. И на эти деньги можно было купить машину, о которой мы давно мечтали. Но только русскую. Ну, что-то русское такое, да? И это можно было купить либо новенькую, но аккумуляторную, либо что-то подержанное, типа шестерки. Но подержанное. Но подержанное. Вот мужчина, скажите, какая машина вообще лучше всего? Из русских, да? Из русских машин. Какая? Какая? Нет, а выборная не шло. Самая лучшая машина, это новая. Если что-то русское покупать, то самая новая. Машина брать, потому что есть, если ты купил фару от Мерседеса, тебе это вопрос не решит. Даже если это будет немецкая фара, это не машина. Самая лучшая русская машина, только на которую уже закупили хозяину, и немножко поездили, хотя бы 10 тысяч, при 10. Ну, разбили ее, оторвали колеса и выбросили. Нет, нет, ты не правильно говоришь. Ну, на ту сумму нельзя было такую купить. Либо мы покупаем аку, который стоил на тот момент 18 миллионов рублей. По всем деньгам. Либо шестерку, которая стоила тоже 18. Ну, это, ну, это не ровно. Но новая шестерка, то есть годовалая шестерка, на тот момент, стоила 60 тысяч рублей, миллионов на тот момент. Миллион. То есть мы говорим не только чуть-чуть поездить. Мы говорим о критерии суммы. Да. Вот сопоставьте, мы не говорим, что, конечно, Мерседес лучше, чем Ака. И, конечно, лучше, если бы поездили. А Бугатти еще лучше. Ну, это не еще лучше, а даже каких целей. Да, конечно. Ну, то есть мы говорим о том, что много критерий суммы. В любом случае, Ламборджини можно продать и купить миллион этих вот так, аков. Да, то есть мы сейчас говорим именно о критерии суммы. То есть вот на ту сумму, вот тот вариант, который Николай предложил, идеальный вариант, но он не проходил по той сумме. Потому что на эти деньги не купишь. Не купишь. То есть, и вот Миша, да, то есть вот у нас был такой вопрос. И вот я встала в позу, и я сказала, в аку я не сяду. Это не доделанный выкидыш. И я это слишком уважаю вообще, чтобы садиться в подобные машины. Вот, и мне Миша доказывала, что, понимаешь, на эту сумму мы можем купить подержанную, какую бы ты, Надя, ксела, но я под ней буду лежать. А вообще, нам нужна машина, чтобы она нам служила, а не я, чтобы под ней там лежала, постоянно копался. И мы в нее еще вкладывали кучу денег. Я была непреклонна. Нет. Миша три выходных, перед воскресеньем ездил на автомобильный рынок, чтобы подобрать машину на эту сумму, чтобы Надя у нее созиделось есть. Но я сам машину так не очень разбираюсь, знаю, где руль, где газ, тормоз, чтобы какой-то рычаг надо дергать, чтобы ехать. У меня есть друг знакомый, он вообще великолепный, вот мы с ним шли по рынку, по автомобильному, он говорил, ну тут еще вот это скоро полетит, вот тут надо будет еще вот это выложить. Вот тут еще вот столько денег нужно будет тебе вложить, и я понимал, что это нереально абсолютно купить такую машину. И вот, а я была непреклонна. Он мне еще уговорил, говорю, нет, если ты купишь, я мне нельзя, буду ездить на трамвае и ездить сам. И вот на четвертое воскресенье я возглядываюсь. А деньги-то обесцениваются? Деньги, да, срочно. Машина-то дороже становится? Я возглядываюсь из окна, и я вижу, что мой муж подъехал на новенькой оке. Хорошо мы живем на пятом этаже и лифты нет. Ну вы представляете, что я пережила в тот момент? Ну мы женщины же вообще, понимаете, тут же, как он смелый, он меня ни во что не ставит, да, мое мнение ему вообще там вот до лампочки, то есть, ну вообще все, я уже там, да я эту машину, да я ее, да я его, в общем, я вот так вот, все, вот, я для него ноль. А потом, знаете, в какой-то момент, баба, знаете, как будто, вот, что тут, тут меня раз по затылку, ступнул. Я сейчас понимаю, что, ступнул, господь, скажу, вот так, ступнул, да, ступ, 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 ступ. Как, чтобы мое мнение ни во что не ставит? Если бы он мое мнение ни во что не ставил, это окан стоял бы под нашими окнами еще четыре недели, с первого воскресенья. Он всячески хотел, вот, чтобы вот этот вариант был таким удовлетворяющим на собой. Этого не получилось. Ему надо было принимать решение. Он принял свое решение. Потом он сказал, что я лезу. Я вообще машину водить умею? Не умею. Если машину испортить, кто будет ремонтировать? Мой муж. Вообще, за рулем будет мой муж. Все вопросы по нашей транспортировке будут решать, чего он в это лезет. Вообще, не моя водичина. То есть, вот это вот мне прокручивается, по словам. А я этого ничего не знаю. Я, значит, поднимаюсь по лестнице наверх. Я уже так представляю, что я сейчас услышу от жены по поводу этой оки. И, да, и вот, значит, как написано по-крестьянски, да, надо подставить правую щеку, уйти влево и, значит, с правой стороны хук. Через блок. Да, через блок. Я даже звонить не стал в дверь, потому что, чтобы оттянуть этот момент времени, когда я сообщу о баке, я так потихонечку открываю дверь своим ключом, открываю, а там жена стоит. И она произнесла фразу, которую я вообще, наверное, минуты две даже вздохнуть не мог. У меня так все сперло внутри. Она говорит, слушай, Михаил, какой чудесный цвет у машины. К моему пальто подходит. Нормально. Ну, это единственное, что я могла сказать. Похвалить своего мужа. Две минуты я вдохнуть не мог, это точно. Что случилось? Ну, машина изумительная. Вот она у нас была где-то четыре с лишним года. Вы знаете, ни разу ничего не стучала, не сломалась. Колесики маленькие, крутятся быстро, но на них как бы мы всего объездили. А в пробках незаменимая вещь. По бордюру раз, 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 и первый на святофоре встали. Я вообще сколько раз после этого говорила, что я такая счастливая женщина, что я замужем за мужчиной, который меня, конечно, слушает, но решение принимает сам. Вообще-то это здорово. То есть противостояние с любовью, если вдруг не получается найти решение обоюдоустраивающее, смотри пункт первый. Какой? Глава, муж, глава, семья. И он отвечает за то, что происходит в семье, а не жена. Итак, дальше у вас приводится вот такой вот рисунок интересный, номер три, где точно так же муж и жена обозначаются кружочками. Ну, это наше такое условное обозначение, принятое в нашей семье. И не только в нашей семье. Муж и жена. Да, и вот смотрите, как это сопоставляется решение конфликтов и уровни общения. Вот самый низший уровень общения, клише, помните, да, как мы общаемся? И вот на этом уровне муж и жена находятся далеко друг от друга. Ну, скажите, вот когда мы общаемся... Мы стоим далеко друг от друга. Дорогой, как дела? Да все нормально. Кушать хочешь? Пойдем, поедем. А на этом уровне вообще возможно конфликтов? Нет. А что, конфликтовать? Да, дорогой, как дела? На уровне фактов. Вот мы стали чуть поближе. Смотрите, мы сближаемся. Уровень фактов. Мы начинаем говорить какие-то факты. Завтра начинается воскресная школа для наших детей. Ну, замечательно. А вот друзья поехали в отпуск у нас. Скажите, на уровне у вас есть ли школа и еще друзья поехали в отпуск? Вообще можно конфликтовать? Тоже конфликтов не конфликтов. А вот если я начинаю высказывать мнение, вот твои друзья в отпуск поехали, а ты до сих пор денег на отпуск заработать не можешь? Вот тут происходит столкновение. Вот видите, мы как раз здесь и нарисовали, что вот этот барьер конфликтов, он возникает именно, когда мы начинаем делиться мнениями, сомнениями, ожиданиями. Вот если они совпадают, наше мнение, что мы высказали. Вот, знаешь, какая замечательная там проповедь была. И на мой взгляд, это все так здорово, хорошо. И как я рад за наших друзей, что мы тоже поедем. Да, мы поедем, через 15 лет точно. Смотрите, вот если 15 лет не было, то мы сходимся. Как только он сказал, через 15 лет. Мнения не совпали. Что за дурацкие шуточки? И у нас есть выбор. Есть безопасный уровень. Конфликтовать-то нельзя, мы же христиане. Мы же христиане, нам же нельзя. Что? Это же не духовно. И мы опять наобник решаем. Все в порядке? Дорогой, как дела? Да, намного. Кушать хочешь? Да. Детей все в порядке? Да. Но мы опять начинаем, видите, сближаться. Приближаемся, приближаемся. Мы хотим быть вместе, в нас это заложено, быть одной плотью. Опять происходит столкновение. Ссориться нельзя. Мы же христиане. Дорогой, как дела? Это же не духовно. Все в порядке. И, понимаете, вот этот вот танец, он может так и происходить туда-сюда на протяжении многих-многих лет. И сейчас... Не выпустите пар. А его никогда не выпустят, потому что пара-то нет. Какое изменение? Не хотят решать. Или выпустили пар, но все равно в конфликте. А я больше не хочу выпускать пар. А давай мы выйдем вот тут, на безопасном уровне. Ну а здесь-то, извините, наверное, у нас... А сейчас мы об этом говорим. Конечно, растет. Конечно. И вот что происходит? Вот сегодня нас совершенно не впечатляют пары, которые говорят, мы прожили вместе там 20 лет. Мы прожили вместе 40 лет. Сама по себе вот эта цифра ни о чем не говорит. Бывает пара, прожили вместе 5 лет, но они гораздо более тесное общение друг с другом построили. И более зрелая пара. Гораздо более одной площадью является, чем те, которые 40 лет прожили, танцуя вот этот танец. Хороша стена. Разближались, сближались. И копят, так сказать. И между ними стена растет, а они продолжают танцевать. А хуже, если вот эта стена выросла настолько, что они даже танцевать перестали. Отскочили и остались там. И каждый так и остался. Ну он идет там, мужчина по улице, у него как-то фуражка неправильно одета. Я с ним бегу и говорю, что он ходит, так не ходит по улице. Ну это его проблема. Мне все равно, как он идет. Но вот если жена одета как-то не так, и мне все равно, что с ней происходит. Если муж поступает как-то не так, и мне отпуск, как хочет. Вот это уже все, это два совершенно чужих человека. И если между ними стена и общение на уровне клише, чтобы выглядеть в глазах окружающих детей. А у нас все равно не тщательно. Не разрушать землю, понимаете? А между ними стоит вот эта стена. Вы же христиане. И вот мы поэтому говорим, что посмотрите. Вот дверь в любовь, она очень узкая. И туда можно протиснуться, только прижавшись друг к другу, тесно. И вот выпуская совместный парень, не просто выпуская, а вот именно соседа. Направляя его в сотрудничество. Потому что любовь только там, за барьером конфликтов. Где мы делимся эмоциями, где у нас полная открытость, и именно там возникает единство. Здесь его нет. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok